Дорогие друзья, с вами Яна Федорова. И в этом видео я хочу вам показать свою прекрасную малиновую калу. Вот она у нас выросла, наконец-то, расцвела. Вот какие очаровательные, милые цветы. Вот два уже распустились, и там третья стрелочка идет. Эту калу я покупала, вот эту малиновую, еще была черная у меня, кто видел мое видео, как я купила калу в магазине и клубень каллы посадила. Посадила я его просто в стаканчике с землей дома. Где-то это было наверное в марте, уже точно не помню. И они у меня быстро начали прорасти. В общем, черная кала так и не выжила. Там какой-то клубень был такой сомнительный сразу. Она немножечко так посидела, вроде бы корешки что-то там пускала, но так и погибла. Ну, я так и думала, что она погибнет. А вот малиновая кала вот расцвела один в один. Как было на картинке нарисовано, так она и расцвела. Вот какими шикарными цветами. Кала еще называется Зантидески. Это названа она так в честь ученого биолога, в честь итальянского ученого-биолога Джованни Зантидески. Зантидески еще ее зовут. Вот какое название. Так, вот мне как раз купались эти картиночки. Вот она, малиновая. Один в один. Видите, как расцвела. А вот такая была бы черная. Ну, жаль, конечно. Очень мне хотелось больше всего черная, но не удалось. Ну, как обычно, это закон. Чем красивше, тем капризнее. Вот. А малиновая прямо супер-супер-супер. Обалдеть. Сколько она месяц цветет, да? Кала цветет очень долго. Да, каждый цветок ее месяц. Но они, как бы сказать, они и в срезке стоят очень долго, они один за одним в течение всего лета вплоть до самого сентября распускаются. Вот у нас сначала вот этот цветочек распустился, он уже недели две цветет. Потом этот вот буквально дня два назад открылся. Там уже третий распускаться скоро будет. Вот. Она какая красавица у нас выросла. Ну, в общем, в марте я ее посадила в стакан с землей. Потом мы в конце мая пересадили ее сюда на клумбу из этого стакана, когда у нее были уже вот такие, наверное, высотой листочки. Просто перевалили, стараясь не растрясать земляной ком. Она прекрасно прижилась, великолепно себя чувствует. Кала любит кислую почву, слегка кислую, поэтому желательно, конечно, землю немножечко поливать подкисленной водой время от времени. Ну, примерно раз там, вернее, ну, раза два, наверное, в месяц можно слегка кисленькой уксусной водичкой поливать. Это для нее хорошо будет. Вот эти вот калы цветные, вот хочу сказать на счет белые калы, они крупнее, а цветные калы, они мельче. И вот видно, что и сам кустик более такой компактный, маленький, и сами цветочки маленькие. Расскажи про эти белые пятна на листьях. То, что мы ошибочно думали. Мы сначала думали, она у нас стояла на балконе, думаю, что за пятнышки, кто ее, кто-то грызет ее, что ли, какой-то вредитель, что прыскали там разными отравами. Ну, они так и появлялись, и в остальном вроде бы все прекрасно. А когда я стала искать, что же такое в интернете, оказалось, что это просто у нее такая пестролизность проявляется. Так как это клубень молоденький, у нее немножечко всего лишь этих крапинок. А когда клубень будет постарше, то крапинками практически покрывается весь лист. Вот цветные калы, они гораздо мельче. Ну, а у них и больше цветов. Ну, в общем, кала цветет, как я уже говорила, все лето. Когда она цветает, уже наступает примерно, ну, конец сентября, в октябре уже надо ее выкапывать клубень, обрезать вот эту верхнюю часть, вот эти зеленые листья, просушивать хорошенько. Зеленая часть отсохнет, останется сухой клубень. Ну, обработайте каким-нибудь фунгицидом. Но я, в принципе, никакие клубни ничего не обрабатываю. Они у меня в хороших условиях растут, никаких заболеваний, никаких вирусов у меня нет, условия хорошие, поэтому они без химической обработки, у меня все цветы всегда хранятся. Клубень этот просушивается, заворачивается в газету и хранится либо где-то в подполье, где температура приблизительно 7-10 градусов плюс, плюс 7-10 градусов, либо в погребе, либо она себя прекрасно чувствует в холодильнике, в овощном отделе, в овощных ящиках. Хорошо она зимует, всю зиму там лежит и где-то в конце февраля-марте нужно ее достать, снова посмотреть клубень, все ли с ней в порядке. Если нужно чем-то обработать, ну, я говорю, что я ничем не обрабатываю, просто сажаю в землю сразу и все. Вот какая красавица у нас таким способом и выросла. Разножается она семенами тоже. Вот еще интересно, хотелось сказать, вот этот вот сам цветок, это не цветок, это покрывающий лист, так называемая цветочная покрывала. А сам цветок, он тот как мы называть привыкли, что это пестик, но это не пестик, это как бы маленький початочек с множеством микроскопических малюсеньких цветочков. Сам цветок, вот он. Фокус не берет. Скоро она завяжет семена, я хочу посмотреть, попробовать такой опыт провести, как же она с семенами будет. Ну, я много видела, читала, что люди делают семенами, выращивают калы, что семена нужно сразу же посадить, как только они созрели, потому что они очень быстро теряют схожесть. Вот я хочу дождаться семян с этой калы и провести с выращиванием семян. Она может и дома прекрасно расти, и вот на улице, как я уже показала. В нашей стране, в России, да, в наших широтах калы не зимуют. Ее на зиму нужно обязательно из грунта выкапывать и хранить вот либо в холодильнике, либо в погребе. Ну, а в комнатных условиях кала практически все время живет, цветет, и все у нее в порядке. Так что вот, дорогие друзья, как хорошо, видите, выглядит кала на клумбе. Покупайте себе калу, разводите и любуйте синий.